всем привет с вами голодные это очередная серия по игре silent hill да ребята со мной все хорошо давно не было никаких видео ни стримов все из-за того что я приболел ребят я приболел я все еще не до конца даже вылечился но чтобы хоть что-то было на канале сегодня запишу небольшое видео по сайлент хим ну ладно поехали позже серии мы как раз открыли эту дверь и и что здесь здесь у нас старшая медсестра в зеленом костюме да зеленые медсестры немножко бронявые как я выяснил оказывается у это у каждого может быть не у каждого но по крайней мере у этого топора оказывается еще есть разный мувсет если нажимать быстро если нажимать быстро то он наносит два удара если зажимать удар то он наносит атакует один мощный вертикально которым можно добивать лежачих противников до достаточно веселенная комнатка попалась целых три медсестры откроем эту дверь с другой стороны и начнем обследовать это крыло да что такое нет такой удар конечно куда конечно мощный но я не могу им попасть так похоже мне там уже херовато немножко кому-то херовато не так чтобы сильно херовато уже плохенько так здесь кто то еще ты где забавно который практически полностью отсутствует пол так мы пришли через ту дверь что у нас здесь интересный план похоже это медсестра хранила здесь что-то очень важно ключ от подвального склада мне эта музыка немного напрягает поэтому давайте быстро свалим отсюда опять звонок кто-то встал любят они любят они восставать мало им одного раза некоторым нужно так как ты так то перебивает мой топорик офигеть я уже там ей все внутренности скрыл да здесь тоже кто-то есть похоже она оставила кому-то тут капельницу похоже теперь и самую нужна капельница так что у нас здесь так я не добил ну ладно пусть живет это спирт для дезинфекции ну конечно же для дезинфекции знаем для чего здесь нужен на месте гарри я бы обязательно принял граммов 100 так так тут закрыто осталось две палаты номер 205 и 206 так кстати почему-то я не проверил сортиры странно в той части но они заклинившие но почему я их не проверил не знаю возможно просто я уже знал что там все равно ни черта нет и не стал даже их проверять итак ванны две палаты одна из них заклинило вторая содержит три стула с аптечкой итак мы подняли спирт и ключ ключ от подвального склада найденный в операционной спирт для дезинфекции бутылочка с изопропилован спиртом найдено в отделении интенсивной терапии изопропиловый спирт я плохо разбираюсь в спиртах но это медицинский спирт или нет то есть можно ли его пить или нет я не знаю итак мы нашли ключ от подвала и логичнее будет сейчас именно туда и съездить ох это прекрасное место подвал я поможу всех здесь перебил и как раз здесь была одна из двух запертых дверей подвальный склад что он от нас скрывает какие-то пустые бутылки я на что-то полное есть бутылка доверху наполнена каким-то лекарством лучше не трогать карри по моему лекарства никогда не бывает лишним патроны еще куча лекарства да кто-то писал в комментариях каким образом гарри определяет что ему надо что и нет интуиция наверно у него хорошо работает а патроны судя по этим царапинам шкаф не так давно двигали вы хотите толкнуть шкаф обязательно кажется здесь кто-то что-то хотел скрыть от посторонних глаз похоже под решеткой спуск какой-то коридор лозы сплошь оплели решетку так что я и пошевелить ее не могу ну для этих целей жалко конечно разбить пол литра в дребезги и немножко огня проверим еще одно подвальное помещение скрытое подвальное помещение ничего хорошего но привнести не могу это подвальное помещение откуда столько в этом подвальном помещении медицинского персонала да еще такого прочного ужас я думал она никогда не умрет кто-то еще тут звенит да это та которую я не любил с первого удара так у меня нет к сожалению карты этой местности поэтому будем ходить на ощупь замок заклинило ну в принципе здесь всего одна дверь вау леди любви обильные какие а сразу хвататься ты чуть-чуть убери нож так нужно ретироваться да что за нахрен какие то они тут шустро угомонись так что у нас там так в принципе все окей пока камера радует свет в шаре и даже не видно противника о а вот видеокассета что у нас тут гарри думает по этому поводу надпись на наклейке отсутствует я нашел ее в госпитале на потайном этаже ниже подвала потайной этаж ниже подвала тишина 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 твою мать за что ж так сразу то что это нахер за звуки либо это кто-то кого-то хлещет цепью либо кто-то бьет бутылки так дальше замок заклинило и это тоже и это хорошо мы быстрее быстрее я уже не нравится вид этих стен нужно быстрее засваливать что это кажется отсюда кто-то только только что ушел на самом деле на английском по моему он сказал похоже здесь кто-то был только что ушел это по моему уже фантазии переводчиков алиса да это та самая девочка которую мы уже неоднократно видели которая появлялась и растворялась мы ее видели в школе в бойлерной и на четвертом этаже госпиталя ключ от смотрового кабинета алиса кто такая леса мы пока не знаем но похоже алиса как-то связано с этой комнатой которую явно скрывали койка что она здесь делает кому-то потребовалось блин твою мать койка что она сделает это же больница мать твою то есть десятки других коек тебя его как-то не сильно взволновали а именно это единство что здесь да больше убранство как-то в этой комнате что ли и вот этот аппарат этот аппарат скорее всего использовался для поддержания жизни деятельности того кто здесь лежал так ладно пробежим по-быстрому итак мы можем идти открывать дверь на первом этаже у нас есть ключ от смотровой комнаты но давайте перед этим сходим посмотрим видеокассету потому что по-моему другого шанса посмотреть эту видеокассету у нас не получится по крайней мере по крайней мере по крайней мере в этом варианте итак видак у нас насколько я помню был на третьем этаже отключили угнетающую музыку включили другую итак давайте глянем карту видео до третья дверь по счету так вот здесь да здесь также еще можно и сохраниться заодно создадим новую запись палата 302 видео видео магнитофон видео магнитофон все еще обычно открывает пульс прошу за труд в общем вся кожа даже когда я учатся наружу почему девочки не скажу пожалуйста в общем очень неразборчивая запись вся кожа что-то там сочится наружу ну да ладно пойдемте на первый этаж в принципе можно воспользоваться лестницей а мы потом поймем суть этой видеозаписи и кто ее оставил так следующая дверь даже кто-то остался но нам это уже не интересно давайте почитаем кстати этот ключ ключ от смотрового кабинета найден в загадочной палате на потайном подземном этаже загадочной палате загадочной палате загадочной палате наконец-то нашелся еще кто-то живой кто вы меня зовут Лиза Гарланд а тебя? Гарри Мэйсон Гарри скажи мне что тут происходит и куда все делись я должно быть потеряла сознание когда я пришла в себя все исчезли это ужасно так вы тоже ничего не знаете? дела я и сам ничего не понимаю как будто все это какой-то дурной сон да да кошмар ставший явью могу я вас спросить вы не видели здесь маленькую девочку? маленького роста черные волосы семь лет семилетняя девочка это твоя дочь? да семилетняя девочка не могу сказать я все время провела без сознания прости ладно все в порядке вы знаете что-нибудь об этих странных вещах в подвале? нет? а что там? что-то есть? вы не знаете? разве вы здесь не работаете? нам строго-настрого запрещено спускаться в подвальные помещения так что я не знаю честное слово а что там говоришь? ну там черт моя голова в чем дело? Гарри? Гарри дай я тебе помогу Гарри Харри? я спал? ты опоздал это ты да Даля Гелеспи если что-то знаешь расскажи что происходит тьма тьма пожирает город сила должна превозмочь мелочные желания детские разговоры во сне я знала что этот день настанет о чем ты говоришь? ни слова не пойму узри свидетельство своими глазами в этом городе есть другая церковь иди туда это превыше моих сил и лишь ты сможешь остановить ее ты разве не видел знаков на земле по всему городу? так вот что я видел в школьном дворе что они значат? это знак Самаэля не дай ему завершиться эй эй постой знак Самаэля что тут черт возьми происходит? все очень запутано итак наконец-то эта старуха приставилась это Даля Гелеспи и мы за последние минут десять узнали от имена трех новых персонажей это Даля Гелеспи Лиза Гарланд и Алиса итак это ключ от антикварной лавки ключ от антикварной лавки ключ с названием магазина на ярлычке Даля оставила мне этот ключ в госпитале и что самое интересное что она упомянула о какой-то некой второй церкви но не сказала где толком ее искать а дала только ключ от некого антикварного магазинчика так давайте сохранимся на самом интересном месте нас выкинуло из кошмара черта здесь собаки которую он не добил отсюда быстро бежать так я думаю что хватит уже бегать с топором против собак это не вариант о господи я помню я помню этот звук этот звук разъедающий мой мозг и особенно когда ты ни хрена не знаешь куда мать твою идти а дело казалось все просто просто нужно было посмотреть на этот ключ осмотреть ключ от антикварной лавки лавка с названием магазина да и в принципе все после этого гарри просто помечает зеленый лев антиквариат окей побежали звоночки, звоночки, звоночки будем стараться отбегать все по краю чтобы не ввязываться в лишние неприятности и исследовать различные закуточки где частенько лежит что-нибудь полезное так кажется это тиродат или летает да еще две штуки срочно бежим так обрыв смотрим карту так в принципе нам осталось только что бежать наверх так они уже рядом да в первом своем хиле противники конечно очень навязчивые даже правда не помню какие они в следующих частях так здесь тоже пролом где-то чертов антикварный магазин я думаю что я уже где-то рядом блин черт а нет а вот он кто-то уже вскрыл дверь и ключ то не понадобился а хотя нет есть еще вторая дверь антикварный магазинчик и где же наша церковь карри включи свет антиквариат от этого хлама мне никакого толка так ну на полу возле шкафа есть отметенный шкаф явно кто-то недавно двигал где-то мы уже это видели и причем не так давно что за что за мания прятать все за шкафами что это дыра что это гари сибилл я рада что с тобой все в порядке не надо было мне тебя оставлять все оказалось еще хуже чем я думала кругом бред какой-то что ты здесь делаешь я думал ты уехал из города я видел как ты сюда зашел так что я последовал за тобой я просто выбраться не могу все дороги из города перегорожены ни одной машины на ходу телефоны и радио не работают а что насчет моей дочки ты ее видела? я видела девочку это была Шерил? я только мельком видел ее в тумане я погналась за ней но она исчезла я не знаю как выглядит твоя дочь но и ты дала ей уйти? где это было? на улице Бахмана она шла в сторону озера честно говоря ты только не волнуйся было не похоже что она куда-то убежала некуда было дорога закончилась что? так Шерил это выглядело так как будто она плывет в воздухе а ты что же что-нибудь нашел? да я встретил эту еродивую ее зовут Далия Гелеспи ты ее знаешь? Далия Гелеспи нет ну и? она сказала что-то о том что город пожирает тьма не лепится какая-то как ты думаешь что это значит? тьма пожирает город да она просто наркоманка местные продавали наркотики туристам следствие так и не выяснило кто за этим стоит ничего мы так и не нарыли так что дело заглохло само собой да какое отношение наркоторговля может иметь ко всему этому? понятия не имею но наверное это и есть та тьма о которой она говорила больше ничего в голову не приходит хм что это? сам только что обнаружил может быть там что-нибудь да и есть посмотрим подожди мы же не знаем что там лучше уж я первым пойду я коп и я пойду нет уж пойду я хорошо прикрою тебя отсюда будь осторожен что-нибудь подозрительное увидишь мигом назад хорошо Сибил? да ты знаешь что-нибудь о... ну чем-то вроде параллельно он мира это как чей-то кошмар о чем это ты? я не совсем уверен я хочу чтобы ты поняла, но сам не могу объяснить внятно там все погружается во тьму и я слышу сирены вдалеке я встретил медсестру, ее зовут Лиза как будто я был там, но не на самом деле все словно в тумане, как какое-то наваждение ты понимаешь о чем я? я не имею представления о чем ты говоришь, Гарри ах я просто спросил не обращай внимания Гарри ты просто устал да, может и так Гарри, ты просто устал что это? какой-то алтарь? что это? какой-то алтарь? никогда до сих пор не видел ничего подобного наверное это и есть другая церковь сатанисты, блин топорик это топор, взять его это церковный потир, в нем какой-то порошок как ни странно, ничего не происходит какая-то надпись что за топорик я поднял? небольшой одноручный топорик, довольно таки посредственное оружие ну-ка он пошустрее чем тот топор, но послабее замок заклинило хм ах какого? Гарри? с тобой все хорошо? Гарри? 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 где я? где я? Гарри Лиза? так значит я в госпитале? тебе приснился дурной сон да? разве? ты не важно выглядишь, с тобой все в порядке? Все хорошо Не беспокойся Ладно, раз уж сама так уверена Лиза, ты знаешь женщину по имени Даля Гелеспи? А, это сумасшедшая старуха Гелеспи Местная знаменитость Она никогда никого не принимает, так что я о ней толком ничего не знаю Но я слышала, у нее ребенок погиб при пожаре, а с тех пор у нее крыша и поехала Она сказала, что город пожирает тьма Как ты думаешь, что это значит? Город пожирает тьма Да, кажется знаю Прежде чем здесь устроили курорт Горожа не состояли в каком-то сговоре Все исповедовали какую-то странную религию Какая-то оккультная чертовщина, черная магия, что-то в этом роде Молодежь уезжала из города, а люди думали, что те, кто уехал, призваны богами В общем, такое тут творилось всегда До того, как здесь устроили курорт, здесь ничего другого и не оставалось Все были не в себе, хотели выместить злобу на ком-то Потом понаехало много новых людей, а старожилы молчали о том, что было раньше Секта Последний раз я слышала что-то об этом несколько лет назад Когда сразу несколько человек из тех, кто занимался развитием курорта, погибло В несчастных случаях говорили, что это проклятие Ой, прости, я заболталась, помолчу лучше Секте Неужто очередной сон? Я опять потерял сознание? Не хотелось бы так думать, но возможно все это происходит лишь в моем воображении Попал я в аварию и сейчас лежу без сознания на больничной койке Я уже не знаю, что реально, а что нет Сибил сказал, что Шерил направилась к озеру Но дорога к озеру загорожена провалом Может есть и другая дорога? Лиза может это знать Давайте сохранимся Антиквариат, только он теперь немного изменился Итак, ребят, на сегодня мы заканчиваем эту серию И надеюсь вам понравилось Если вы хотите скорого продолжения Поддержите это видео лайком И всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!